Самая масштабная битва роботов в стране развернулась в Халык-Арене. Задача команд – представить двух роботов – автоматизированного и управляемого. Чтобы собрать их с нуля, отводилось три месяца. Организаторы выделили равную сумму для закупа деталей. Ограничения были только в этом. А вот полёту «Фантазия» ребят ничего не мешало. Это наша версия автоматического робота. У него есть труба, в которой находятся шарики для сброса. И с помощью специального механизма он сбрасывает эти шарики. А для того, чтобы найти трубу, у нас внизу установлены датчики линии плюс ультразвуковой датчик. Благодаря этому он ориентируется в пространстве. Правила лишь на первый взгляд простые. Чем больше соберёт робот шаров в лунку, тем больше принесёт баллов команде. Однако выполнить всё это нужно чётко и оперативно. Страсти кипели нешуточные. Цель чемпионата – дать технические знания участникам для дальнейшей реализации стартап-проектов. Робототехника – увлечение современных школьников и студентов, которая уже приносит свои плоды. У нас очень много результатов в рамках участия в данном проекте. Есть такие проекты, как, например, разработка 3D-принтеров, разработка бионических рук. Проект Глука Уэйс, Ирдовлетов Султан, который сам страдает диабетом, разрабатывает сейчас браслет, который определяет уровень сахара в крови. Республиканский чемпионат организован в рамках программ «Цифровой Казахстан» и «Рухани Жангру». Поддержку оказали местные власти и Министерство образования, а также фонд первого президента Ельбаса. Обучившись технологии разработки роботов на платформе «Ардуино», участник турнира смело может стать младшим лаборантом в любом научном институте, занимающимся IT-технологиями, электроникой и робототехникой, отмечают организаторы. В позапрошлом году была задача разработать двух роботов наших, один автоматизированный, другой управляемый, которые играют бомбинтон. Представляете себе, да, роботов, которые играют бомбинтон? Я понимаю, там управляемый робот, ты можешь им управлять. А второй робот у нас был автоматизирован, то есть он должен быть оснащен всеми датчиками, которые должны определить скорость летящего валанчика, определить угол удара, силу удара и тому подобное. Тройка лидеров определилась. Первое место у Алматы менеджмент университета. Второе занял казну имени Альфа-Раби, замыкая тройку команда военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. Лучший дизайн робота, по мнению жюри, разработали студенты Казахстанско-американского свободного университета из Ускаменогорска. А в инженерном решении отличились ребята из Алматинского университета энергетики и связи.